Добрый день, друзья! 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Петербург и Пушкин неразрывно связаны. Что говорят нам места, любимые поэтом? Люблю тебя, Петра Творение, Люблю твой стройный строгий вид, Невыдержавное течение, Береговой её гранит. И почему этот странный, хмурый, дождливый город так вдохновлял Александра Сергеевича? Ведь именно здесь, из-под его пера, появились строки всемирно известных произведений. Пушкин сегодня самый читаемый и прослушиваемый в мире поэт. И этот ролик познакомит вас, друзья, с местами в городе, связанными с Пушкином. Вы видите прижизненный портрет Пушкина художника Соколова в любимой позе со скрещенными руками. Так, юного Сашу Пушкина привёз из Москвы в Петербург его дядя Василий Львович. Поселились они в трактире Димутов трактир. Вот так он выглядит сегодня на набережной реки Мойка в 100 метрах от Невского проспекта. Здесь Пушкин будет останавливаться много раз. Здесь напишет Полтава, будет встречаться с друзьями. На гравюре Гекмана мы видим 12-летнего Пушкина. Гравюра сделана по заказу Кюхельбекера. Итак, приехали они поступать в только что открывшийся в царском селе лицей. Это элитное учебное заведение для мальчиков. И лицей был соединён с Екатерининским дворцом. Шесть лет будет обучаться Пушкин в лицее царского села. Его друзьями будут Пущин, Кюхельбекер, Дельви, Горчаков и другие. А на картине вы видите выпускные экзамены, где Пушкин читает свои стихи. И Державин в восторге встал. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. А далее Пушкин поступает на службу в коллегию иностранных дел, что на английской набережной. Однако профессия дипломата не увлекла юного Пушкина. Уже тогда литература занимала его душу. И сегодня здание салатового цвета находится на английской набережной, напротив университетской набережной со сфинксами. А если мы посмотрим чуть левее, увидим розовый дом. Дом Лавали. Здесь проходили балы. Это богатая семья. И много позже здесь Пушкин прочтёт своего Бориса Годунова. Правее мы видим жёлтый дом с белыми колоннами в лесах. Дом графа Астермана Толстого. Здесь произошёл роковой бал с присутствием читы Пушкины, где голландский консул фривольно обошёлся с Натальей Николаевной, после чего Пушкин вызвал его на роковую дуэль. А если посмотреть ещё левее, ведь сверху, на начало английской набережной, внизу справа – Нева. А вот внизу слева известная всего миру скульптура, бронзовая скульптура Петра I на коне, больше известная всем, как «Медный всадник». Это благодаря поэме Пушкина «Медный всадник». «Какая дума на челе, какая сила в нём сокрыта, А всем коне какой огонь, Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта?» – писал поэт. И совсем рядом с «Медным всадником» находится очень красивый треугольный жёлтый дом – дом Лобанова-Ростовского. Именно здесь главный герой поэмы «Медный всадник» во время разрушительного наводнения 1824 года прятался от воды, забравшись на скульптурное извояние льва. С трёх сторон парадные подъезды охраняют красавцы львы с подъятой лапой. И рядом со сторожевыми львами находится здание Адмиралтейства. Пишу, читаю, без лампады, ясны спящие громады, Пустынных улиц и светла адмиралтейская игла. Это тоже поэма «Медный всадник». Перед Адмиралтейством Александровский сад, куда Пушкин отправлял своего героя Евгения Онегина. Тот надевал шляпу-боливар и отправлялся на бульвар. Ну а молодого Онегина поэт направлял в летний сад. Его слуга его за шалости бронил и в летний сад гулять водил. И сам Пушкин тогда жил недалеко от летнего сада. Он писал друзьям, что по утрам после кофе выходил прогуляться в летний сад в домашнем халате. И художник Тропинин изобразил Пушкина в таком образе. Домашний Пушкин. Домашний и любимый. И в этих же местах на фонтанке. Посещая литературные кружки, Пушкин смотрел из окна на Михайловский замок. Михайловский инженерный замок, где был убит император Павел I долгое время. Этот замок стоял пустой. Глядит задумчивый певец, На грозно спящий средь тумана, Пустынный памятник тирану, Забвению брошенный дворец. Но вернемся в юность поэта. После окончания лицея в 17 лет он поселился с родителями на фонтанке в нижнем ее течении в доме генерала-губернатора Клокачева. И здесь он пишет поэму у Руслан и Людмила. Эта поэма начата еще была в лицее. И он везет ее Жуковскому вот в этом доме на Крюковом канале буквально в 20 минутах ходьбы от дома Клокачева жил Жуковский. И здесь в восхищении Жуковский напишет великие слова на рукописи победителю ученику от побежденного учителя. Совсем недалеко от этих мест на канале Грибоедова находится неприметный домик строения, сохранившиеся с 18 века. Пушкин его описал в рассказе «Домик в Коломне». Город Коломна не имеет к этому месту никакого отношения. Коломной звалась эта местность в Петербурге за Крюковым каналом. Когда-то здесь прорубались в глухом лесу Просеки, строился город итальянскими мастерами, а по-итальянски Колумн – это Просека. По другой версии здесь жили строители из города Коломны. Сегодня это очень красивое романтическое место в самом центре города. А далее Пушкин за вольные стихи отправляется в ссылку на юг на 4 года, потом на 2 года в Михайловской и появляется в Петербурге в 1826 году и узнает о казни декабристов. Это его рисунок на полях рукописи, где он написал «И я бы мог висеть, как шут». Многие друзья, Волконский, Пущин, Кюхельбекер были сосланы в Сибирь на 20 лет. И вот этот обелиск находится на месте казни декабристов на кронверке Петропавловской крепости. Пушкин всегда на полях рукописи делал зарисовки. Так он изобразил встречу своего героя Евгения Онегина на Кокушкином мосту с ним, с поэтом. Мост находился на Екатерининском канале. Так он выглядит сегодня, но Екатерининский канал сегодня зовется каналом Грибоедова. И недалеко от этих мест на Фонтанке у Абуховского моста находятся три одинаковых дома, сохранившиеся с первой четверти XIX века. Это дома Полторацких. И в один из них, в дом Олениных, часто захаживал Пушкин. Литературный и музыкальный салон находились здесь. И встречались у Абухова мосту, как говорили тогда. Дочь Полторацких, Анна Алексеевна Ленина, хозяйка, была очаровательна. И влюбчивый Пушкин посвятил ей следующие строки в альбоме. «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Все вы знаете, друзья». Он был влюблен и в ее двоюродную сестру Анну Петровну Керн. И ей написал «Я помню чудное мгновение передо мной явилась ты». А композитор Глинка написал музыку. И этот романс известен абсолютно всем. Напротив домов Полторацких находится Абуховская больница, первая больница города. И именно сюда Александр Сергеевич Пушкин поселяет героя пиковой дамы по фамилии Герман, сошедшего с ума и повторяющего беспрестанно «Тройка-семерка-тус». А прототип за главной героиней пиковой дамы, княгиня Наталья Петровна Голицына, жила в роскошном доме на Малой морской номер 10 в двух шагах от Невского проспекта. И молодой Пушкин часто бывал на балах и приемах у графини. Ссылка на ролик о пиковой даме я помещу в описании. И он знал легенду про парижскую молодость графини, про знакомство ее с Энджерменом, изобретателем эликсира молодости и о секрете трех карт. И из-под пера поэта появляется произведение «Пиковая дама». Но это происходит уже в зрелом возрасте. Пушкин уже 35 лет он написал «Пиковую даму». И художник Кипренский изобразил его модным и красивым. Он уже женат на красавице Натальи Николаевны Гончаровой и очень счастлив в семейной жизни. Они поселяются в царском селе, ныне город Пушкин, прогуливаются в парке рядом с Екатерининским дворцом, знакомятся с императором Николаем Первым. Он увлекается красотой Натальи Николаевны и разрешает им посещать императорские балы. Уже слышен детский смех в квартире Пушкиных. На лето они снимают дачи за Большой Невкой и двух деток поэт крестит в церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. А за четыре месяца до гибели поэта на дуэли семья Пушкиных поселяется по адресу набережной мойки 12. Ссылки на два ролика я также помещу в описании. И Пушкин в это время терзается ревностью к жене. Вот это последний прижизненный портрет Пушкина работы Брюлова. И мы видим Пушкина беспрекрас, нервным, ранимым. И январским днем в кондитерской Вольфа и Беранже литературном кафе в доме купца Конана Катомина встречается Пушкин со своим другом Константином Данзасом, другом полицею. И они вместе отправляются к месту дуэли на Черную речку. Данзас по дороге в снег выбрасывает пули, дабы оповестить людей о цели их поездки и по возможности предотвратить дуэль. Но чудо не произошло в этот раз. Поэт был смертельно ранен на дуэли. И его истекающего кровью заносят в дом слуга, дядька Никита Козлов кладут в кабинете на его диван. Двое суток он мучается, съезжаются друзья и врачи, но ничего не помогло. Поэт скончался. Певали его в церкви спаса нерукотворного образа на конюшенном дворе. При большой секретности церковь была дворцовая. Это совсем рядом с его последней квартирой. Боялись волнения народа. Два дня гроб продержали в склепе во дворе ведомства и в ночь на санях Пушкина повезли на кладбище в Псковскую губернию в Святогорский монастырь к могилам родных матери и деда. Провожали его в последний путь друг Тургенев и дядька Никита Козлов. Я рассказала, друзья, далеко не обо всех местах, связанных с Пушкиным в Петербурге. И сегодня эта связь продолжается. Любимый памятник горожан маленький Пушкин. Это работа опекушина, памятник старый, конец 19 века, находится на улице Пушкинской. Этот памятник, моложе на 150 лет, скульпера Никушин, находится на площади Искусства перед Русским музеем. А как великолепен памятник Пушкину в царском селе, ныне город Пушкин. И чудесен памятник во дворе дома княгини Волконской, что на мойке 12. В подземном вестибюле станция метро Пушкинская мы видим сидящего задумчивого Пушкина. И на станции Черная речка также установлен памятник поэту. А на месте гибели, вернее, на месте смертельной дуэли установлен обелиск. Хотя место это спорное, потому как все грязные речки в то время назывались Черными речками. А на стрелке Васильевского острова находится Институт Русской Литературы, Пушкинский дом, бывшее здание таможни. Здесь хранятся рукописи поэта. Александр Блок писал стихотворение о Пушкинском доме. Пушкин, тайную свободу, пели мы во след тебе, дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. После смерти поэта Жуковский, разбирая рукописи Пушкина, нашел и опубликовал стихотворение «Памятник», датируемое 1836 годом. Все его знают. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Жил поэт рядом у памятника Александру Первому, Александрийского столпа на Дворцовой площади. И дом его находился между двух церквей Спаса нерукотворного образа Исаакиевского собора там должны были отпевать Пушкина и Спасом на Конюшеном дворе, где все-таки отпевали Пушкина. Что это? Провидение в его стихотворении? Или все-таки он знал свой смертный час? И самое главное, стихотворение памятник заканчивается двумя строчками, двумя знаковыми строчками «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца». Великие слова. Так почему же ты, Александр Сергеевич, позволил себе так неравнодушно отреагировать на клевету и взялся оспорить глупцов и позволил глупцу убить тебя? Почему? И постскриптум. Каждый год 10 февраля в день гибели поэта во дворе дома княгини Волконской, что на мойке 12, проходят встречи любителей поэзии Пушкина. И 6 июня, в день рождения, также отмечается праздник появления на свет нашего Александра Сергеевича. С днем рождения, Александр Сергеевич Пушкин! Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, друзья. До скорой встречи на ютюбе!